Вы получите ответы на все свои вопросы по поводу сути проекта. Отлично, Людмила еще у нас есть. Здорово. А сейчас хотелось бы поприветствовать новичков. Те, кто в проекте совсем-совсем... Сегодня зарегистрирован. Вчера, недельку назад, может быть две недели, ну совсем недавно. Поставьте девятки в чат. Мы вас тоже поприветствуем. Есть у нас новички на вебинаре? О, новичков много. Классно. Молодцы, девчонки, что ходите, что узнаете, что это такое. Супер. Здорово. Всем привет. Тогда давайте будем начинать. Итак, сегодня на нашем вебинаре мы... И мальчишки, да, простите, пожалуйста, и мальчишки тоже. Всем привет. Сегодня, значит, сначала мы с вами познакомимся. Я немножко расскажу о себе. Конечно же, я расскажу о сути проекта. О том, как и за что нам платят деньги. Откуда вообще деньги в проекте. Что конкретно вам придется делать. Почему мы выбрали именно компанию Арифлейм. И в конце вебинара я вам расскажу, как изменилась моя жизнь с проектом. И в частности, расскажу о менеджерской конференции. Покажу фотографии с конференции. Ну, и о своих впечатлениях расскажу, как это было. Те, кто досидит до конца, получат в самом конце бонус. Итак, давайте начинать. Зовут меня Гучкова Екатерина. Я являюсь директором компании Арифлейм. Вот здесь на фотографиях моя семья. У меня две маленькие дочки. Одной 4 года, другой буквально через месяц будет 3 годика. Я замужем. И на данный момент я нахожусь в декрете. Как я вообще пришла в проект, буквально два слова вам расскажу. До проекта я работала, вообще до декрета в проект, я пришла уже будучи в декрете. До декрета я работала в компании Евросеть. Я была директором. В моем подчинении было два салона. Ну, конечно, я не сразу там стала директором. Я была сначала стажером, потом продавцом и так далее и тому подобное. И постепенно я стала директором. Работа была классная, но эта работа не для тех, у кого есть семья. И поэтому, когда я ушла в декрет, я четко понимала, что обратно на эту работу я уже не выйду. Хоть там и платят довольно-таки хорошо. Для нашего города это была очень хорошая цифра, особенно для девушки. И эта цифра хороша и сейчас, хотя я уже давно там не работаю, почти 4 года. Но и сейчас это очень такая достойная цифра для нашего города. Но возвращаться я туда уже точно не собираюсь. И когда я была в декрете, моя дочка старшая, старшей дочке было примерно 6 месяцев, я очень много времени проводила на сайте Боберу. Думаю, все, ну кто, если мамочки здесь есть в декрете, знают такой сайт. Так вот, на этом сайте я увидела объявление, предлагали работу в компании Арифлейн без продаж. Я помню, увидела это объявление и еще такая думаю, ладно, потом как-нибудь отвечу. Если судьба, то я увижу это объявление еще раз. Оказалось, судьба, еще какая судьба. Я увидела второй раз это объявление, его подавала мой спонсор Новикова Таня. Сейчас это уже старший золотой директор в открытом звании сапфирового директора. Вот, и, ну, в общем, тогда я сразу же зарегистрировалась, как только узнала, что к чему, зарегистрировалась. Меня нисколько не пугало, что нужно пользоваться Арифлейн, потому что я и до этого пользовалась Арифлейн. Ну и после того, как я зарегистрировалась, я не стала работать. Честно вам скажу, работать я не стала. Я просто заказывала для себя. Достаточно долго, чуть ли не целый год я просто заказывала для себя и наблюдала за успехами других. Сейчас я, конечно, об этом очень жалею. И всех вот сейчас новичков здесь много, и новичков призываю. Девочки, мальчики, не сидите, не ждите, когда там что-то у вас в жизни произойдет. Начинайте сразу, потому что в жизни всякое может быть. И начинать лучше сразу, не надо тянуть, ждать, на кого-то надеяться и так далее. Так вот, когда я лежала в роддоме, ждала рождения второй дочки, и вот тогда я поняла, что мое пособие, которое мне платят на детей, оно, конечно, было большое, можно сказать так. Я знаю, что пособие девочки получают и по 4, и по 5 тысяч рублей. У меня пособие было 13 тысяч рублей. И все мне говорили, о, классно, тебе так много платят. Но по сравнению, конечно, с моей зарплатой это было очень, очень мало. Вот. И тогда я поняла, что когда моей дочке исполнится полтора года, мне перестанут платить это пособие и будут платить всего 50 рублей. В России вот у нас такие пособия после полутора лет 50 рублей всего лишь. Что мы будем покупать, как мы будем жить на эти 50 рублей, было вообще неясно. И я прикинула, что садик нам дочке моей дадут примерно к 3 годам. Так оно и случилось. Вот нам совсем недавно дали садик. Вот. И тогда я решила, что мне нужна какая-то подработка. Потому что я 100% не смогу выйти на работу, куда я дену полуторагодовалого малыша. И вы знаете, вот сейчас дочка у меня в садик пошла, ей 2 там с небольшим было, 2,5, наверное. Мне и то было жалко отдавать ее в садик. Как в полтора года смогла бы я отдать ребенка даже в частный детский сад или на няню, я просто вообще не знаю. Поэтому вот девочки сейчас, кто только начинает, и у вас маленькие дети, задумайтесь. Дети это не преграда. Дети наоборот ваш стимул. Вы только подумайте, сможете ли вы отдать ребенка, чтобы выйти на работу. Отдать няне, отдать в частный детский сад или вообще, там не знаю, оставить на кого-то. Это просто нереально. У вас будет душа разрываться, как там ваш малыш. Вот. И тогда я решила, что я начинаю работать и дала себе год, чтобы выйти на директора. И ровно за год я открыла звание директора. Начинала я работать, когда малышке моей был один месяц, а старшей дочке год и три. Это еще раз к вопросу о том, что некоторые говорят, да, у меня нет времени, у меня там дети маленькие и тому подобное. У меня тоже девочки. У меня тоже были дети маленькие. Месяц был моей девочке, самой младшей девочке был один месяц. Я работала даже по ночам, честно вам скажу. Я кормила ее до полутора лет. Мы просыпались ночью по два-три раза. И в эти два-три раза я открывала контакт, я размещала там объявления. Короче говоря, работала вот так. Когда успевала, тогда я работала. Сейчас, вот смотрите, пришла я до проекта, чуть-чуть слайд съехал. До проекта я, точнее пришла в проект, я была мамой в декрете с пособием 15 тысяч рублей в месяц. Да, и сейчас я индивидуальный предприниматель с доходом примерно 45 тысяч рублей в месяц. Я думаю, что на этих фотографиях очень видно, как я поменялась. И, ну, лично для меня это больше внешние изменения, да. Я, во-первых, не только, я стала более уверенной в себе и уверенной в завтрашнем дне. И вообще я стала, чувствую себя свободной. Вот понимаете, допустим, вчера у нас выпал снег в городе, и я решила, что мне надо купить зимние сапоги. Я вчера просто села в автомобиль, ну, мужу сказал, он был выходной, говорю, поехали, съездим по магазинам. Просто села в автомобиль и поехала. Мне не надо ни у кого отпрашиваться. Если мне надо с детьми куда-то сходить, точно так же. Взяла ребенка, пошла, мне не надо отпрашиваться. Даже на менеджерскую конференцию, когда мы поехали, это было вообще что-то. У меня надо было договориться с моей мамой, что она какое-то время посидит с детьми. С моей свекровью, с мужем, мужу на работе надо было договориться, что вот он меня отвезет в аэропорт, встретит из аэропорта. Всем надо с кем-то договариваться. А мне не надо ни с кем договариваться. Я вот встала и поехала. Ну и конечно же, я думаю, что вы видите изменения в весе. Я думаю, это видно. За то время, что я вот сейчас в проекте, после родов не могла никак потерять. Сбросить свой вес и благодаря нашей продукции Wellness 9 килограмм все-таки ушло вообще легко. Здесь разница в весе, вот на этих фотографиях 9 килограммов. Вот, это все благодаря нашим коктейлям Wellness. Кто еще не верит в Wellness, я тоже когда-то не верила. А сейчас вот посмотрите. Тут, ну видно, видно, я сама это вижу, девочки и мальчики тоже. Как я уже сказала, я индивидуальный предприниматель. Вот мое свидетельство, что говорит о том, что я вам не вру. Да, вот свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Открыла я ИП в прошлом году, в начале года, там, февраль, плохо вижу, февраль, да. Начало февраля, середина февраля прошлого года. Все у нас легально, все у нас официально, все получают вот такие свидетельства. Ну, это, естественно, по России, там, в Украине и в других странах они выглядят несколько иначе. Но суть одна. У нас все официально. Пока у нас денежки, ну, пока вы ИП не открыли, денежки копятся на внутреннем счете. И потом эти денежки можно выводить. То есть после того, как вы открываете ИП и заключаете договор возмездного оказания услуг с компанией, ваши денежки, они никуда не деваются. Они полностью переводятся на ваш счет. Вот, в России, по-моему, в Молдове, по-моему, так же. Я не буду врать про другие страны. Я знаю, что в России полностью, в Украине, к сожалению, денежки остаются на счету. Но они вам, вы можете за счет них делать свои заказы. Так вот, вот это первая моя выплата. Вы можете приблизить, вверху нажать плюсик. 94 271 рубль, там, если я не ошибаюсь. Это была моя первая выплата. То есть после того, как я открыла ИП, эти деньги пришли мне на счет. Я была точно уверена, что деньги мне переведут. Но вот эта первая выплата, это было что-то с чем-то. Мы с мужем знали, что в этот день должны прийти деньги. Мы с ним сидели и ждали, когда же придет мне смс на номер, в который будет видно, что деньги наконец-то перевели. Ждали мы с ним, ждали. Короче говоря, мы прождали до вечера, деньги так и не пришли. Я уже говорю, да это что такое? Ну, должны же быть сегодня. Захожу в интернет-банк, у меня вот Уральский банк реконструкции и развития. Захожу в интернет-банк, смотрю, деньги пришли. Вы не представляете просто, сколько у нас было эмоций. И для нас эти 94 тысячи были вообще никак не лишними. Мы с ним прыгали и скакали по всей квартире вдвоем, целовали телефон. Это было вообще просто что-то с чем-то. Наверное, все испытывают подобные эмоции, когда получают первую сумму свою. Но эту сумму мы не стали тратить, мы ее отложили. И на вот эти денежки, полностью на эти деньги, мы свозили детей на море в Болгарию. Это была моя первая поездка за границу. В прошлом году я уже получала пособие от государства, великое пособие от государства в размере 50 рублей. А на доходы от своего бизнеса я свозила детей в Болгарию. Полностью все за наличный расчет, никаких кредитов мы не брали. До этого я ездила уже на море, но это в основном был российский юг, либо это была Украина. И знаете, все мои поездки, они были в кредит. Мы брали кредит, два года мы расплачивались за этот кредит, ехали. Здесь же вообще это было просто шикарно. Вот деньги отдал, съездил, вернулся, и ты никому ничего не должен. Кроме этого, знаете, у меня есть такая мечта показать детям мир, показать различные страны. Так сложилось, что мои родители не могли возить меня за границу вообще, на море. Еще куда-то первый раз на море я съездила, когда сама на это заработала. Мне было тогда 19 лет. Вот, и сейчас мои дети уже, здесь моим детям 2 года и 3 года, и они уже побывали на море. Это уже их вторая поездка была на море. Вот, поэтому мои малышки первый раз полетали на самолете, им это очень понравилось. Они увидели это огромное море, вот этот песочек, пляж из песочка. В общем, было вообще просто супер, просто классно. Моя мечта потихонечку начала сбываться. Различные, вот эти вот, поездка по различным странам. И все благодаря компании Reflame. Сейчас давайте немножечко пару слов. Я скажу о сути проекта. Вообще, за что нам платят деньги, что мы здесь делаем, что нужно будет делать вам. Самое первое, что мы здесь делаем, самое основное, это, точнее не самое основное, а одно из трех, один из трех китов, это личное потребление. Что нам нужно сделать, нам нужно поменять магазин. У каждой семьи, в бюджете каждой семьи есть такая статья расходов, причем ежемесячная статья расходов на шампунь, мыло, гель для душа, кто-то косметикой пользуется, значит, крем для рук, тушь, помада. Мужчины у нас бреются, да, там, бальзам для бритья, бальзам после бритья и так далее. Каждый из вас это покупает. Я уверена, что здесь нет таких людей, которые не моются и не чистят зубы. Если такие люди есть, напишите в чат. Я еще ни разу таких людей не видела, я посмотрю на вас. Так вот, все у нас, все всегда пользуются, да, тем более, что в Арифлейм не только, как многие думают, косметика, да. У нас здесь и сумки всякие разные, и шарфики можно купить, и бижутерию можно купить, и витамины, про которые я уже говорила, и для детей очень много всего. Просто посмотрите каталог, и вы увидите, что выбор просто огромный. Что мы имеем, когда покупаем все вот эти вот средства гигиены, да, будем брать по минимуму. Средства гигиены, то, чем пользуется каждая семья. Что мы имеем, когда покупаем это в магазине? Ну, мы имеем минимальную систему скидок, то есть, если даже скидка и есть, то она там, ну, 5%, я не знаю. Может, у кого-то, может, и есть больше, но я лично не видела скидки больше 5%. Сомнительное качество. Здесь я вот подписываюсь под этими словами, это 100%, сомнительное качество. Я сама была свидетелем такой ситуации в магазине. Захожу в наш супермаркет, стоят девчонки лет так 12-13, может, 14, ну, такой возраст. В супермаркете там самообслуживание, то есть, вот все баночки на полочках расставлены. Девчонки заходят, берут крем с полочки, намазали свои руки, поставили на полку. Берут парфюм какой-то, набрызгали на себя, поставили на полку. Берут там что-то еще, шампунь, понюхали его, поставили на полку. Вот, знаете, вот я просто была в шоке. А потом люди приходят, покупают этот крем и говорят, я купила такой дорогой крем, у меня пошла аллергия. Вот, понимаете, вы же ведь не уверены в том, что то, что вы купили в магазине, что туда никто носом своим не залез, пальцем не ткнул. Вы же не можете быть в этом уверены. А если вы не знаете, я вам еще скажу такой момент. Срок годности у любой вот этой баночки, которая стоит в магазине, начинается с момента ее открытия. Вы уверены, что до момента вашей покупки никто не открывал эту баночку? Я вот не могу быть в этом уверенной. В Арифлейм же вы покупаете сразу со склада. То есть здесь нет вот этого вот огромного количества посредников. Товар привезли с завода на склад, со склада привезли его вам. Все баночки, они тщательно запакованы, вы это будете видеть. Кроме этого, в магазине что вы еще имеете? Это безвозвратная трата денег. То есть вы купили, получили продукт, все. Вам, возможно, на кассе вам скажут спасибо, а возможно еще и нахамят. Так что здесь никто не может быть уверен. Девчонки, про порошки пишите. Я вам расскажу. Я вместо порошка использую гель для душа. Хорошо отстирывает. Ну и естественно, если очень сильные загрязнения, тогда гель для душа не справится. А вообще, в принципе, если такие не очень сильные загрязнения, гель для душа справляется на ура. Еще и запах классный. Я вот не люблю, как порошки пахнут, а вот гелем классно пахнет. Когда вы покупаете у себя в своем личном интернет-магазине, назовем это так, после того, как вы зарегистрировались, вам присвоили номер и пароль для входа в личный кабинет, это ваш личный интернет-магазин. Все. Там вы можете покупать все, что вашей душе угодно, все, что вам нравится. Посмотрите каталог, кто еще не видел. Вы получаете 100% гарантию качества, потому как, я уже сказала, товар везется напрямую со складом. Вы получаете скидку. 20% получает любой человек скидку, как только зарегистрируется. Если вы будете делать большие заказы, ваша скидка будет до 32%. Вы будете участвовать во всех акциях. Вы будете получать подарки. Вот я сейчас с вами разговариваю, ноутбук, который стоит передо мной, его подарила мне компания Reflame. Была какая-то акция, там нужно было выполнить определенные условия и дарили ноутбук. Вот, пожалуйста, у меня, я его не покупала, не подарила, подарили в Reflame. Кроме этого, у нас в подарках были и кофемашины, и посудомоечные машины, и планшеты, и по прошлой акции смартфоны дарились, и фотоаппараты были, и много, вообще столько подарков. В магазине, вот хоть на 50 тысяч рублей вы придите, купите, вам никто никогда не подарит технику. У нас очень огромный ассортимент, когда мне говорят, мне ничего не нравится, я ничего не могу выбрать, да я не верю, вы просто не смотрели каталог. Откройте каталог, там огромнейший выбор, огромный ассортимент различных товаров. Посмотрите, зайдите, вы же точно так же пойдете покупать за сумкой, сумку покупать себе, да, все женщины покупают себе сумки. Я тут недавно зашла в магазин, просто ради интереса посмотреть, сколько сейчас стоят сумки. Стоят сумки, не кожа, кожзам, стоят 4 тысячи рублей. Девочки, ну я просто в шоке, 4 тысячи рублей. Тогда как у нас в каталоге, ну не точно такие же, я имею ввиду, хорошего качества сумки, да, нисколько не уступающего качества, чем в магазине, можно купить в 3 раза дешевле. А если вы еще делаете большие заказы, у вас будет скидка 50%, например. Вы можете вообще сумки вообще задешево купить. Кроме этого, продукцию у нас можно приобрести круглосуточно. Вот захотелось мне, приспичило ночью пойти себе заказать шампунь. Села за компьютер и заказала. Мне не надо там выжидать. Вот магазин откроется в 10 утра, мне надо там подгадать, приехать. Я вообще, честно говоря, не люблю вот это вот какие-то ограничения, что мне нужно приехать во столько-то, там здесь будет перерыв и так далее. Вот это мне не нравится. Мне очень нравится, что я зашла в личный кабинет, заказала в любое время суток. Сумки, девчонки, и правда классные. Очень классные, они очень качественные. Я раньше покупала в магазине, и порой доставались такие сумки, что вот этот подклад, он растягивается, он рвется и растягивается. Сейчас я купила сумку, я с ней хожу уже несколько месяцев, даже там намека нет на то, что она хочет порваться у меня где-то. Итак, первое, это у нас личное потребление. Второе. Второе, что мы делаем, это приглашаем людей в свою команду через интернет. Нет, вас никто не заставляет звать в команду родственников, допустим, или друзей, да, некоторых прям вот это вот ступор для некоторых людей, что я не могу позвать своих, ну, подружек, к примеру, да, не могу им рассказать. Да и не надо. Ваши подружки, ваши друзья, ваши родственники, они к вам придут сами, когда увидят результат. В интернете куча людей, миллионы людей, даже десятки миллионов людей. Посмотрите, сколько соцсетей развелось. Одноклассники, ВКонтакте, Мой Мир, Инстаграм, Фейсбук и так далее и тому подобное. Ну, куча же всяких разных соцсетей, и там просто людей огромное количество. А учитывая, что у нас сейчас в России и в странах СНГ кризис, люди ищут, они сами ищут возможность дополнительного заработка. Кто-то теряет работу и ищет основной заработок. К сожалению, реалии сети. И люди очень хорошо соглашаются на наши предложения. Если правильно им рассказать, да, рассказать о возможностях компании, то люди будут к вам идти. В нашем проекте это обучаемся. Вот вы сейчас находитесь на вебинаре, вы меня слушаете. Это тоже обучение. Здесь ничего сложного нет. Каждый день у нас проходит по несколько вебинаров. Днем каждый день обязательно в 13.00. Это стиль жизни, где вам рассказывают о сути проекта, о том, чего наши лидеры уже добились. Это обязательно вечером вебинар по рекрутированию вам в помощь, да, чтобы вы научились работать в социальных сетях. Это какие-то вебинары ваших директоров. Обязательно ходите, слушайте, в крайнем случае, в записи. Это обязательно рассылка у нас есть. У каждого директора есть своя рассылка. Поэтому читайте почту. В каждой директорской команде есть свой обучающий сайт. Там собран просто колоссальный опыт наших, наш практический опыт лидеров наших. Обязательно развивайтесь сами. Саморазвитие это очень важно. Читайте книги, находите в интернете, смотрите какие-то, смотрите, очень много есть тренеров, которые берут, ну, достаточно хорошие такие деньги за свое обучение. Но у них есть и бесплатные тренинги, и в интернете их полно. Ищите, смотрите. Я не скажу, что после прочтения одной книги у вас вдруг в голове резко что-то поменяется. Конечно же нет, но если вы регулярно будете заниматься чтением развивающей литературы и просмотром развивающих тренингов, то со временем ваше сознание начнет меняться, и вы начнете очень на многие вещи смотреть другими глазами. Ну и, конечно же, помощь вышестоящей команды. Вам всегда, абсолютно всегда помогут, если ваш спонсор даже там перестал работать, такое бывает, вам всегда поможет вышестоящий менеджер, вышестоящий директор. И еще очень такой важный момент, обучение в нашей команде, оно бесплатно. У вас никогда, ни за что в нашей команде за обучение не возьмут деньги, ни копейки. Этим отличается наша команда от многих других команд в интернете. Сейчас куча всяких курсов платных. Там заплатить 10 тысяч рублей, заплатить там еще сколько там, и получишь там какую-то волшебную кнопку. Я вам скажу, волшебных кнопок нет, волшебная кнопка одна, как кто-то на вебинаре сказал, да. Это кнопка регистрации в наш проект. Это единственная волшебная кнопка. Все остальное просто нужно работать. Мы делимся практическим опытом на своих вебинарах. То есть никто вам не будет рассказывать там какую-то теорию голую, да. Если уж идет вебинар по рекрутированию, то спикер рассказывает только то, что он испробовал на личном опыте, и то, что ему дало результат. Значит, немножечко давайте резюмируем, что мы делаем, какие три простых действия мы делаем в проекте. Первое, это мы поменяли магазин. Ну, здесь вообще все просто. Здесь ничего сложного нет. Второе, это мы приглашаем людей в нашу команду. И третье, мы обучаемся. Еще многие спрашивают, почему я должна приглашать людей в команду. Вот просто подумайте сами. Вообще любой бизнес, он предполагает привлечение людей. Допустим, парикмахерская, да. Парикмахерская не будет работать, если в нее не будут ходить люди подстригаться. Кафе. Кафе не будет работать, если в него не будут ходить кушать люди. Даже простой какой-то киосочек, который стоит на остановке, остановочный комплекс, он тоже не будет работать, если туда не будут ходить люди покупать сигареты, что там еще продается, шоколадки, еще что-то. Вообще, абсолютно любой бизнес, он предполагает привлечение людей. Точно так же и у нас. Чем больше ваша команда, тем больше у вас будет доход. Потому как платят нам за создание товарооборота. За то, что мы организовываем товарооборот. Ваша команда будет расти, если вы активно работаете, то ваша команда растет. Вы, ваши партнеры, приглашаете других людей в проект. Все принимают для себя условия смены магазина, делают покупки. Вы же, как организатор команды, получаете процент от покупок всей вашей команды. Вот посмотрите, здесь на табличке, да, вот здесь вот, сколько вы будете зарабатывать на первых парах. То есть, это не предел, то, что вот здесь указано, это, конечно же, не предел. Это только начало. Самые первые шажочки, да, вот здесь, смотрите, до 22%, но тут в рублях указано. И кто не из России, смотрите, в долларах переводите в свою валюту. Если регистрируются, а покупать не покупают, в этом случае нужно, ну, в первую очередь, людям объяснять суть проекта. То есть, когда человек понимает суть проекта, он меняет магазин. Если человек не понимает сути проекта и не делает покупок, тогда его регистрация, в принципе, бессмысленна. То есть, ну, не знаю, зачем он регистрировался. Вот, посмотрите по табличке, что самое интересное, да, ну, такие уже более-менее приличные деньги, хотя, на самом деле, я скажу, это маленькие еще, деньги на уровне старшего менеджера, на уровне директора, это, конечно, мало. Как минимум, надо стремиться к золотому директору и выше. Кто-то, конечно, останавливается там, допустим, на уровне золотого директора. Но, вы знаете, если у вас все получается, а у вас будет получаться, если вы будете активно работать, то вы точно не остановитесь, потому что вам ведь ничего нового-то делать не придется. Вы делаете все то же самое, а денег получаете уже больше. Почему же мы выбрали именно компанию Арифлейм? Вообще, в принципе, сетевых компаний очень много. И, ну, в чем-то они между собой похожи. В чем-то похож продукт, да, который они предлагают. Но, тем не менее, мы остановились именно на компании Арифлейм, и это не случайно. Я вам сейчас расскажу, почему именно Арифлейм. Ну, во-первых, для меня, вот лично для меня, это была очень, очень серьезная цифра, когда я узнала, что Арифлейм на рынке уже более 48 лет. Когда очень часто я сталкиваюсь с предложениями каких-то других проектов, да, они говорят, о, вы знаете, мы только зашли на рынок, у нас еще вообще тут весь рынок перед нашими ногами, мы тут всего лишь два года в России, и я сразу для меня это, ну, настораживает меня это очень, потому что, ну, пришли вы на рынок России, ну, вы два года работаете. А если сейчас какой-то кризис такой серьезный грянет, и куда ваша компания денется? Останется она вообще на рынке или нет? Этого никто не знает. Компания Арифлейм пережила уже несколько кризисов не только на российском рынке, но и на рынке других стран, и вполне успешно эти кризисы все преодолела. То есть мы можем быть уверены, что компания Арифлейм будет развиваться здесь, несмотря вообще ни на какую политическую обстановку, экономическую обстановку в наших странах. Она будет развиваться, потому что она уже почти 50 лет развивается здесь. А какие-то вот эти вот непонятные компанишки, я их так называю, да, пришли два-три там года, ну, не знаю, они не вызывают у меня доверия, и вы вот тоже, если вас будут куда-то звать, и вы будете серьезно задумываться, вы подумайте вот об этом. А что дальше будет с этой компанией? Будет ли она работать вообще? Узнаваемый бренд – это тоже важно, потому что вам не надо рассказывать, да, чем занимается компания. В принципе, все знают, что такое Арифлейм. Ну, я еще ни разу ни одного человека не встретила, кому бы не была знакома компания Арифлейм. По крайней мере, люди имеют понятие, чем торгует компания Арифлейм. Люди не имеют понятия о возможностях компании – это факт. Не все об этом знают. И наша задача как раз донести до людей вот эту вот, о возможностях компании, да. Но вот многие говорят, общалась я с коллегами, ну, часто общаюсь с коллегами, и многие говорят, что пришли в Арифлейм именно потому, что это Арифлейм, потому что это знакомая компания, она на слуху, потому что это богатая компания, в компании Арифлейм очень много денег. Меня конкретно привлекло то, что здесь нет продаж. Если вы хотите продавать, пожалуйста, берите каталог, продавайте. Вам никто не запрещает, но вас никто не заставляет продавать. Вот это важно. Я помню, когда я в Арифлейм была первый раз, мне дали каталоги и сказали, вот покупай еще каталоги, вот у тебя пять есть, купи еще пять, а лучше десять, и иди раздавай их и продавай. И вы знаете, меня вот это вот, ну, я не люблю вот ходить там, кому-то что-то показывать, хотя, в принципе, я работала в торговле, но, ну, не мое это, короче говоря, продавать. И здесь, когда мне Таня Новикова сказала, что продаж у нас нет, у нас просто личное потребление, ну, это вообще было просто шикарно. Можно работать в интернете, это мы уже доказали, мы уже четыре года работаем в интернете, наш проект, да, и вполне успешно развиваемся. Получаем мы официальный доход, вы уже видели у меня свидетельство об индивидуальном предпринимательстве, все официально, мы платим налоги, мы платим отчисления в пенсионный фонд. Если для вас важно, чтобы вам потом платили пенсию, то, пожалуйста, у нас это есть. Простой и очень выгодный маркетинг-план, если вы зададитесь целью и начнете сравнивать маркетинг-планы компании, но в них нужно прям сидеть и очень так вникать, потому что во многих компаниях маркетинг-план таким языком написан, чтобы, наверное, никто не понял, что там надо делать. Так вот, у нас все очень просто, все очень прозрачно, все очень выгодно. Работаете, получаете, не работаете, не получаете, все справедливо. Международная компания это тоже огромный плюс, то есть вы можете работать не только по своей стране, вы можете, мы сотрудничаем с более чем 40 странами. Вы можете выбрать любую страну, которая вам нравится и, пожалуйста, работать в этой стране. У нас есть пассивный доход. Что такое пассивный доход? То есть вы работаете, ой, точнее, вы не работаете, а деньги получаете. Вот, если вы вырастите двух директоров в первой линии под собой, то есть станете золотым директором, у вас уже пойдет пассивный доход. В принципе, с этого момента вы можете не работать, а, ну, так скажем, выйти на пенсию, да, и просто получать деньги. Если вам достаточно будет этих денег, которые вам будут платить, вы можете все, не работать. Если вы захотите больше, пожалуйста, работайте дальше, ваш доход будет только расти. Стартового капитала у нас нет. Вот я всегда думала, когда еще работала, я всегда думала, надо открыть какое-то что-то свое, свой какой-то бизнес. Но, честно говоря, вот так вот ходила по улицам, смотрела, кто чем занимается. И вы знаете, ну, единственное, что мне приходило на ум, это что-то продавать. Вот, не знала, правда, что продавать, но что-то продавать. Но для этого нужно было закупить товар, вложить очень много денег нужно было, да, там оборудование закупить, те же витрины, например, за аренду заплатить и так далее. Но это ни одна, ни две тысячи рублей, даже не десять тысяч рублей. Это очень много денег. Здесь же мы платим 149 рублей регистрационная плата. И то, сейчас у нас проходит акция, по которой можно получить бесплатную регистрацию, если выполнить условия, 149 рублей. Вы себе просто представьте, за 149 рублей вы получаете такой бизнес, такие масштабы у этого бизнеса, и всего 149 рублей. Я вот не знаю вообще ни одного такого бизнеса, где такое возможно. Такое возможно только в сетевых компаниях, и то не во всех. Есть сетевые компании, которые просят регистрационную плату 8 тысяч рублей, или там 10, ну не знаю, куда вообще, кто такое будет, такие деньги платить. Получаем мы денежку свою 17 раз в год. Это вам не 12 раз в год, как обычно, да, на простой работе. На некоторых 13 зарплат бывает, а у нас 17. Представляете? Мы когда прилетели с менеджерской конференции, у нас самолет приземлился в Москве, я включила телефон, и мне пришла смс о том, что мне переведены денежки на расчетный счет. Это было очень приятно. Несколько, в некоторые, вернее, месяцы у нас получается 2 выплаты в месяц. Ну, потому что у нас 17 каталогов в году, да, и, ну, соответственно, 17 выплат в год. Вот, это классно. Бывает иногда даже, вроде как, не успел еще потратить деньги, которые вот недавно тебе заплатили, уже тебе снова деньги перевели. Один из важных моментов для меня – это возможность передачи бизнеса по наследству. Вот тот регистрационный номер, который вы получили, это как ваше имущество, которое вы можете передать по наследству. Вы можете, ну, по наследству родителям, детям, либо супругам. Ваше, то есть, если вдруг, ну, не дай бог, с вами что-то случается, да, то вот я уже уверена, что мои дети, они уже имеют свой бизнес. У меня уже есть, что им оставить, и они уже могут продолжать мой бизнес. То есть, они могут работать, мне сейчас, моя задача – это выйти на пассивный доход, да, и мои дети дальше уже сами решат. Хотят работать, ради бога, они будут работать и будут увеличивать потом свой доход. Не хотят работать, они будут получать пассивный доход, который мама им уже заработала. О бесплатном обучении я вам уже сказала, что у нас обучение всегда бесплатно. Оно было бесплатно, оно есть бесплатно, и оно будет бесплатно. Это конкурентное преимущество именно нашего проекта. Ну, и высокие доходы и постоянные премии. Сейчас я вам чуть дальше покажу, какие премии мы имеем. Помимо наших доходов. Вот посмотрите, таблица доходов в Reflame. Здесь вы можете видеть наши доходы, начиная с уровня 3%. Может быть, здесь немножечко не соответствует в гривнах сумма, потому что немножко маркетинг-план поменялся, и там уровни немножечко поменялись. Но в среднем ориентируйтесь на доллары. Примерно на доллары ориентируйтесь. В рублях вроде как совпадает. Вот посмотрите, если вам достаточно 30 тысяч рублей, пожалуйста, для вас у нас есть место. Если вам этого мало, хотите 100 тысяч рублей, пожалуйста. У нас есть такое звание, да, вот старший золотой директор, который получает примерно 100 тысяч рублей. Мало 100 тысяч рублей? Пожалуйста, выбирайте любую сумму, которая вам нравится, и стремитесь к этой цифре. Здесь потолок в доходах может быть только в вашей голове. Все зависит от ваших амбиций и от того, сколько вы готовы зарабатывать. Кроме этого, мы получаем премии. Посмотрите, последнюю, крайнюю колоночку, розовенькую, да, здесь премии за достижение званий. Мы начинаем получать премии уже с 9%, то есть с 9 до 22% вы получите, если брать Россию, 30 тысяч 500 рублей в сумме за все премии. Все эти премии по программе Турборост, ну, вот лично я уже получила. Дальше, на уровне директора, только открываете директора, получаете 1000 долларов. При том, что 1000 долларов по текущему курсу, если курс 30 рублей был, платили 30 тысяч. Я, когда получала свою 1000 долларов, курс был уже 53 рубля за доллар, соответственно, я получила 53 тысячи рублей. И все, ну, и за все остальные звания точно так же выплачивается по курсу доллара. Это классно. Кроме этого, за директора еще дополнительная премия есть в России. Это 70 тысяч рублей, и эту премию вы тоже будете получать, если будете расти. Почему вы должны выбрать именно наш проект? Посмотрите, у нас такие масштабы, что завидуют нам все, абсолютно все проекты, которые есть в интернете. Смотрите, 2012 год, банкет директоров, у нас только Аня Черна на банкете, и все, больше никого нет. Далее, 2013 год, в Украине у нас уже там порядка 10-15 человек, да, и в России. И в России 3 человека. В 2014 году Украина уже стоит в несколько рядов директора. Россия тут, ну, порядка 15 человек. Это учитывая, что на банкеты не всегда приезжают все люди, которых пригласили. Некоторые люди просто физически там не могут приехать. 2015 год, Украина уже у нас не входит на фотографию. Россия тоже еле-еле помещается. Тут еще нет у меня фотки Молдовы, Казахстана и... Кто у нас еще? Белоруссии. Посмотрите, как растет наш проект. Буквально за 3 года, да, с 2012 по 2015, как разросся наш проект, какие это масштабы. Такого нет на земле. То есть те, кто вот ходят, показывают каталоги, да, ну, кто работает на земле, у них нет такого роста. У нас же вот такой быстрый рост, он в порядке вещей. Понимаете, если вы будете очень активно работать, то 100% у вас будет точно такой же рост. Сейчас немножечко вам расскажу, какие же конкретные действия вам нужно будет осуществлять. Здесь вообще, девочки, мальчики, здесь вообще все просто. Вы это все умеете уже делать. Что вам нужно будет сделать? Вам нужно создать страничку для работы в любой социальной сети, оформить ее, поставить статки, стат... Фу, все, заговаривать. Поставить заметки и статусы. Вы это делать умеете, потому что у вас есть свои личные странички, которые вы создавали. Вы там загружали туда фотографии, вы там размещали какие-то статусы. Вы это все делали, вы это делать умеете. Здесь ничего сложного, ничего для вас нового. Либо вы можете на форумах работать, на досках объявлений. Но здесь тоже как бы регистрация на страничках, это очень просто. Второе, что вам нужно будет делать, это приглашать на страничку понравившихся людей. Кнопкой пригласить в друзья. Это вы тоже умеете делать, потому что на ваших личных страничках есть друзья, есть коллеги, есть одноклассники, есть там еще просто какие-то знакомые. Вы же их как-то пригласили к себе на страничку? Пригласили. Значит, вы умеете это делать. Люди будут читать ваши заметки, интересоваться проектом, вы будете им рассказывать. Ну, здесь вам уже поможет правильно донести информацию, помогут ваши наставники. То есть, все равно нужно будет пообучаться немножечко, да, самому вникнуть в суть проекта, тогда вы сможете объяснить. Если вы сами в голове понимаете, какова суть проекта, то вы сможете объяснить человеку, что здесь нужно будет делать. Дальше вы их просто регистрируете, ну, здесь тоже все просто, вас научат и приглашаете на обучение. В принципе, все. Вот четыре простые действия, которые необходимо осуществлять в интернете. Я думаю, что сложностей ни у одного из вас не возникнет, потому что, ну, это настолько все просто. Надо просто эти действия довести до автоматизма, и тогда у вас сто процентов все будет получаться. Я пришла в этот проект для того, чтобы зарабатывать деньги. Основная моя цель была зарабатывание денег. Я это получила. Первое, для чего я пришла в этот проект, и что я получила с проектом, это доходы. Вот смотрите, это выписка из моего интернет-банка за этот год. Вот, то есть с января по, ну, вот, по 8 октября, по последнюю выплату. 9 месяцев работы. За 9 месяцев работы мной там заработано почти 400 тысяч рублей. Если пересчитать это на месяц, то это 44 тысячи рублей в месяц. Если в каталог, то примерно 30 тысяч 600 рублей в каталог. Конечно, это пока не очень большой доход. Я вам честно скажу, для меня это, как бы, не предел мечтаний. Но это уже гораздо больше, чем моё пособие на ребёнка, да, в 13 тысяч рублей в месяц. Тут, конечно, уже в 3 раза больше, чем пособие. Эта цифра больше, чем моя зарплата на додекретной работе. И, хоть я и работала в руководящей должности, но, тем не менее, вот, 44 тысячи я ни разу не получила. Сейчас я зарабатываю вот примерно столько. И самое главное, что я вижу тенденцию роста своих доходов. Доходы, они всё равно растут. Понимаете? Ну, у кого-то они быстрее растут, кто-то быстрее растёт в проекте, кто-то чуть медленнее. Но, тем не менее, доходы, они в любом случае растут. Если у нас сейчас, вот, общаюсь с людьми из своего города и понимаю, что многим сокращают, у кого-то сокращается количество рабочих дней в месяце, соответственно, им меньше платят. У кого-то сокращается рабочий день, у кого-то просто все премии урезали и всё. У нас же нет, несмотря на то, что в стране сейчас кризис, у нас доходы растут. Если вы работаете активно, прям с душой так хорошо, то ваши доходы быстро растут. Если вы работаете чуть расслабленно, там, чуть помедленнее, ваши доходы медленнее растут. Но, тем не менее, они растут. Главное не останавливаться, девочки и мальчики. Вот если вы начали, дайте себе время, там, 3 месяца, 6 месяцев, не знаю, год. Дайте себе год, чтобы просто без оглядок на результат просто работать, работать. Тогда обязательно у вас всё получится. Не смотрите на результат через 2 недели. Некоторые приходят, 2 недели поприглашала, никто не согласился, это не моё. Ёлки зелёные, какие 2 недели? Вы чего, ребят? Надо работать здесь как минимум 3 месяца, причём активно. Не по 10 минут в день, а прям вот так сели, 3-4 часа поработали хорошо в день. Выложились на полную. Вот тогда, через 3 месяца у вас точно будет результат. А может, даже и быстрее, чем через 3 месяца. Хотелось ли мне бросить? Вы знаете, честно скажу, нет. У меня был момент, когда я застряла на 6%. Я всё лето просидела на 6%, но бросить у меня не было даже мысли. Потому что я столько уже, столько вложила своих сил, времени. Я мужу сказала, ты знаешь, я, может, ещё 2 года просижу до директора, да? Пусть это будет 2 года. Но я всё равно сделаю этого директора, чего бы мне это ни стоило. Потому что я уже столько людей сюда пригласила, столько людей повела за собой, столько вложила энергии своей, души своей вложила, что я не брошу никогда. И вот только после этого, после того, как я приняла такое решение, после этого у меня пошёл рост. Рост был, девочки, очень быстрый. За 4,5 месяца я выросла с 9% до 22%. Ну, с сентября по декабрь. Девчонки, почему застревают на малых процентах? Да всякое бывает. Иногда просто не хватает опыта. Вот ты застрял на 6%, и ты понимаешь, что тебе каких-то знаний не хватает. Вот чего-то тебе в голове в твоей не хватает. А иногда бывает просто, вот знаете, такое чувство, что я прям, вот я буду не я, если не сделаю. И всё, и идёт прорыв. Что ещё я получила с проектом, это статус предпринимателя. Для меня, честно, это всегда было очень так престижно, когда я слышала, что вот там, человек предприниматель. Правда, вот, ну, хотела всегда быть предпринимателем. Пожалуйста, я это получила. Сейчас я предприниматель. Конечно же, с проектом я получила, как я уже сказала, возможность осуществления своих мечтаний. Доходы, вот, у нас очень большие долги появились. Ну, в связи с тем, что в декрете у меня был маленький доход. Поэтому у нас появились большие долги, и основная часть всех наших доходов сейчас уходит именно на погашение долгов. Но, тем не менее, я исполнила одну из своих прям вообще мечт таких. Это сдала на права. Девочки, мальчики, я так мечтала водить автомобиль. Это просто вообще не знаю. Мне кажется, я с 16 лет прям спала и видела себя за рулём автомобиля. Автомобиль в нашей семье есть, но долгое время у меня либо не было времени, чтобы пойти учиться, либо не было денег, чтобы пойти учиться. С нашим проектом, с компанией Арифлейм у меня появилось и деньги, и время. И я, наконец-то, в этом году, в апреле месяце, успешно выучилась на права, сдала с первого раза на права. И получила вот это водительское удостоверение. Я прям горжусь этим. Вот вы просто не представляете. Для кого-то, может, это так, фигня какая-то. Но для меня, честно скажу, это прям круто. Ну и, конечно же, одним из таких более-менее крупных приобретений, это были вот эти два наших смартфона с мужем. У нас до этого были телефончики, ну такие. Ну, в общем, старенькие. Вот, и когда я получила 70 тысяч рублей премию, муж мне говорит, пойдем купим уже себе нормальные телефоны. И мы с ним пошли и купили два вот таких телефона. Это не самые дешевые телефоны. Я пришла к себе в свою родную Евросеть. Раньше телефоны, все, которые я брала, они исключительно были в кредит. А сейчас мы пришли, спокойно выложили, сколько нам нужно было денежек, достали из кошелька и купили вот эти два телефона. У меня девчонки на работе, конечно же, удивились. Как это так? Мы всегда, у нас все берут телефоны в кредит. А тут надо же, мы прямо их вот так взяли и за наличку. Ну, вот это было два крупных приобретения. Все остальные приобретения, знаете, они вот такие какие-то мелкие приобретения, их даже вроде не замечаешь. Если раньше были какие-то проблемы с выплатой кредита, да, есть кредит, но ты где-то там занимаешь деньги, чтобы заплатить за него, то сейчас вот нет этих проблем. Вот мы гасим вот эти долги, которые есть. Они есть, они как бы большие долги, но они уже уменьшаются. И мы с мужем понимаем, что у нас есть возможности долги эти выплачивать. И они все равно когда-то кончатся. Уже скоро. Мы очень надеемся, что они у нас уже кончатся уже скоро. У нас нет проблем, чтобы заплатить ребенку за садик, например. Сейчас двое детей ходят в садик. Если там от некоторых слышу, ой, где бы там, где-то денег надо взять, чтобы за садик заплатить. У нас этого нет. Нам пришла платежка, мы ее взяли, заплатили. У нас был очень большой долг за квартиру, за коммунальные платежи. Тоже мы какое-то время не платили за квартиру, потому что, ну, просто было нечем платить. Сейчас мы потихонечку с этими долгами справляемся. И вот это вот, девочки и мальчики, меня очень-очень мотивирует, что наконец-то у нас появились вот эти деньги, которые позволяют нам не залезать в новые долги. И у вас это тоже обязательно получится. Знаете, получается, быстрее всего получается у тех людей, у которых прям прижало. Вот прижало и все. Вот у этих людей получается очень быстро. Конечно же, у меня самая классная команда. Кто бы в этом сомневался. Я получила с этим проектом просто отличнейшую команду. Это, конечно, не все мои девочки. Это только малая часть моих девчонок. Но это те девчонки, на которых держится моя команда. Это те, кто добьются. Они знают, что они добьются результата. И они уже добились хороших результатов. Некоторым осталось совсем-совсем чуть-чуть до открытия директора. Мы ждем уже в моей команде уже... Ну, уже скоро будут новые директора. Девчонкам осталось многим совсем чуть-чуть. Они прям верят. Они в себя верят. Они в проект верят. Они пошли за мной. Им за что? Вообще огромное-огромное спасибо. Моя самая лучшая, самая любимая моя команда. Девчоночки мои. Кроме этого, конечно же, признание. Я получила с проектом признание от компании. Вы знаете, это очень приятно. В прошлом году, в конце прошлого года, в декабре у нас проходила большая мотивационная встреча в городе Екатеринбурге, где меня опять поздравляли с тысячей долларов, которые я получила с закрытием звания директора, где мне вот такой сертификат выдали. получатель бонуса «Мой автомобиль Арифлейм». Кстати, не сказала об этом. У нас есть такая программа, как называется она «Мой автомобиль», по которой вы получаете дополнительно к вашему основному доходу с уровня директора, вы получаете от 3 до 9 тысяч рублей в каталог. Эти денежки вы можете потратить, компания сотрудничает у нас с «Шкодой». Можно приобрести автомобиль «Шкода Рапид» и вот эту ежемесячную, ежекаталожную выплату, ее можно тратить на погашение кредита. Но если вам не нужен автомобиль, то вы можете тратить на собственные нужды. Вот этот бонус я тут же получаю в каждый каталог. Кроме этого, мы ездили в этом году. Я ездила на свой первый банкет директоров в Москву. Он проходил в гостином дворе. Вот здесь уже у нас все – Россия, Украина, Казахстан, Молдова и Беларусь. Это реально была моя мечта попасть на банкет. Мечта моя осуществилась в этом году с мужем. Мы вместе летали в гостиный двор в Москву. Там мы встретили девчонок. Вы знаете, это так приятно увидеть вот тех людей. Ты вроде с ними общаешься уже долгое время в чатах где-то или там, ну, в личку с кем-то общаешься. И ты приезжаешь на банкет и видишь этих людей. Вот, это реальные, живые люди. Это вообще так здорово. Со своим спонсором, наконец-то, лично познакомилась, Таней Новиковой. Аня Черна к нам приезжала на банкет. Поэтому я до того момента, я думала, что Аню я увижу только на какой-то конференции. Потому что именно на конференции съезжаются люди из разных стран. А тут Аня приехала к нам на банкет. Это было так приятно. У меня даже есть фотография с ней. Ну, тут я ее не выложила. Аня подарила нам значки экспресс-карьера. Я обладатель, счастливый обладатель этого значка. Многие мечтают его получить. У меня он есть. Это очень приятно и это очень здорово. Вот здесь мы на банке. А, вот фото с Аней как раз. Здесь нас поздравляли не только за закрытие званий, но и, например, меня поздравляли с квалификацией на конференцию в Египте. Мы все пообщались с девочками. Было все вообще на высшем уровне, просто организовано, просто вообще круто. Ну и, конечно же, продолжается исполняться моя мечта – это путешествия. Путешествия по разным странам мира. И вот буквально недавно мы прилетели из Шарм-эль-Шейха с конференции менеджеров. Это было очень символично. На конференцию мы вылетали 5 октября. Это был мой день рождения. Я получила не только подарок такой за хорошую работу, но и как бы получилось, что подарок на свой день рождения – поездка в Шарм-эль-Шейх. Вот это мы здесь счастливые, довольные, радостные все девчонки. Ну, здесь, конечно, не все. Это только часть нашей команды «Экспресс-карьера». Вы знаете, в Египте я никогда не была. И это вообще была классная поездка. Девочки-мальчики, вот если вы сейчас проходите квалификацию на Анталию, я вас прям умоляю, да делайте ее до конца, эту квалификацию. Съездите вы в Анталию. Вам там понравится это 100%. Здесь было вообще просто классно. Компания оплатила нам все. Перелет полностью, полностью весь перелет, проживание в отеле. Причем отель у нас был 5 звезд. У нас было 4 отеля, в которых жило 2100 человек из России и стран СНГ. Россия у нас жила в самом большом отеле «Шератон Шарм». Другие страны у нас жили в других отелях. Вот мы когда прилетели, вот эти девчонки в красных майках, они нас встречали. Знаете, как приятно? Перелет такой был достаточно длительный. Мы летели с пересадкой в Москве. Летела я из Екатеринбурга. В Москве мы пересаживались на самолет. Все равно это немножечко так утомительно. И вот ты выходишь из самолета, и тебя в аэропорту сначала встречают мужчины с табличками «Арифлейн». Ты на них ориентируешься, идешь по этим табличкам. А потом вот эти девочки с табличками, как долетели, такие радостные, руками машут, улыбаются тебе. И знаете, сразу же забываешь про всю вот эту усталость, про вот этот весь перелет, что ты так вроде долго летел, немножечко устал. Здорово вообще. И вот так идешь по табличкам, доходишь до автобуса. Там точно не потеряешься. Там прям классно было. Отель у нас, прям перед отелем был пляж. Вот здесь вот наверху вы видите, да, фотка. Знаете, что меня поразило? Я же раньше-то была на море, но на нашем там, на российском. И как у нас на море, на пляже? Кладут все полотенца, и рядом как селедки в бочке ложатся, да? И вот он весь пляж, и тут вот вступить некуда, потому что люди лежат. Здесь нет такого. Оказывается, можно отдыхать по-другому. Здесь стоят лежаки, причем такое достаточно приличное расстояние между лежаками. И лежаки, хочешь там, можешь выдвинуть на солнышко, загорать на солнышке. Хочешь, можешь вот под этот вот, под эту вот крышу поставить, да, и загорать в тенечке. Пожалуйста, на пляже тут стоит бар, где можно какие-то прохладительные напитки купить. Не купить, точнее, а взять. Это все бесплатно было, все было включено. Полностью перелет, проживание, вот эти вот какие-то закуски на пляже, напитки на пляже. Это все было включено. Я, вот лично, сколько денег потратила? Я потратила 50 рублей на то, чтобы доехать в аэропорту Шереметьево из одного терминала в другой на автобусе доехать. Вот 50 рублей я потратила. Все. Больше я ни копейки не потратила. Ну, на сувениры еще. Купила сувениры. Там, ну, какую-то часть денег на них потратила. Все, все остальное было, девочки, мальчики, было включено. Я просто, честно сказать, не представляю, что происходит на золотых конференциях. Там, наверное, вообще просто шикарно. А на бриллиантовых там, не знаю, сказка какая-то происходит. Вот здесь вот внизу фотка. Это я снимала, делала фотографию с седьмого этажа нашего отеля. У нас в отеле было семь этажей. Мы жили на первом. Знаете, классно так. К сожалению, фотки тоже не сделала. Есть у меня на канале, можете там поискать в ютубе. На канале есть видео. Я снимала, как у нас было внутри номера. Номер был большой, номер был двухместный. Там в номере у нас было две кровати больших. Диванчик такой стоял. Телевизор можно было смотреть. Балкон огромный. У девчонок, кто жил на втором этаже и выше, там балконы были. А у нас прямо, знаете, такая, как, как это объяснить, ну, вот, как, типа, какие-то тут газоны были. Терраса, да. Во, Маша, спасибо. Слово не могу подобрать. Терраса у нас была. И можно было прямо вот отсюда из номера выйти. Тут же сразу же пляж находился и море. Можно было сразу же выходить. То есть нет такого, что там на автобусе надо ехать до моря куда-то там или идти там еще 20 минут до моря. Нет такого. Вышел, все, вот, пожалуйста, тебе сразу море. В первый день у нас была конференция, ну, точнее, вечером мы прилетели, на следующий день у нас была конференция, а вечером у нас была вечеринка. У нас было две вечеринки. Египетская вечеринка и вечеринка в белом. Тут вот мы с руководством компании фотографировались. Еще не все фотки я нашла. У всех, у девчонок на фотоаппаратах, наверное, у всех на фотоаппаратах я есть. Еще пока не все фотки у меня есть. Как мы танцевали, девочки, вы бы видели. Тоже найдите в ютубе. Где-то есть этот танец, как мы танцевали на пляже. Это просто вообще, я не знаю, вроде бы спишь мало, потому что, ну, все вот, все мероприятия какие-то идут, мероприятия. И все равно все как заведенный, как будто энерджайзер, знаете, все танцуют там, пляшут, прыгают, скачут. И вот эту всю вечеринку, два с половиной часа мы просто не останавливаясь танцевали. Лена Туганова, по-моему, снимала. Обязательно найдите, это вообще просто шикарно было. Второй день, опять люди мало спят ночью, опять там кто там загорал, кто что. И вы знаете, все равно переполняют тебя вот эти эмоции, вот эти вот энергии в тебе столько, что вот ты готов носиться по этому пляжу. Ну, это вообще просто супер было. Всем обязательно вам, всем надо побывать вот на таких вот мероприятиях. И вот тут смотрите, белые шарики, вы наверняка их видите на фотке. Это у нас, мы, нам раздали каждому шарик. На шарике мы написали свое желание, свою цель. И потом все 2000 человек, которые находились на пляже, просто запустили эти шарики в небо. Это так здорово было, вы бы видели. Вот фоткой, конечно, это все не передать, это надо присутствовать. Представляете, 2000 белых шариков улетают в небо. И на шарике написаны наши мечты, и они обязательно, обязательно сбудутся, эти мечты. Когда вот ты вот на вот этом позитиве, вот эта вот энергетика, которая... Да, мужчина там с шариками плистал. Вот эта энергетика, которая тебя окружает, она обязательно поможет вам, чтобы ваше желание сбылось. Так, еще какие-то у меня тут фотки, видимо. Ага, ну вот эта вот вечеринка в белом у нас была. С девчонками мы тут фотографировались. Честно, знаете, так вообще непривычно, когда ты идешь по пляжу. Мы пошли искать наших девчонок. Идешь, я иду по пляжу и смотрю, Лора Бойко стоит. Девочки, я ее видела только в чате, в директорском фотографии. Я ее, когда увидела, у меня аж дыхание перехватило. Думаю, господи, неужели я вижу этих людей? Вот неужели я их видела всех только в чатах, на вебинарах, на фотографиях? А тут вот, вот они стоят живые люди перед тобой. Ну, это вообще, это, конечно, это невероятное что-то. Внизу вот тут фотография. Тут Аня к нам приезжала. Аня, Илона и Юля Каратаева. Они к нам приезжали на вечеринку. Они с нами фоткались. И немножечко на вечеринке с нами были. Мы еще раз увидели наших лидеров, потрогали их, пощупали. Ой, девчата, это было так супер. Это было вообще классно просто. Так, ну вот, собственно говоря, и все, что я вам хотела рассказать. Для тех, кто досидел до конца, конечно же, приготовлен бонус. Для всех, кто у нас на вебинаре был гостем, да, если вы сейчас пройдете регистрацию, активируетесь как партнер, то вы получите бесплатно вот такой вот сайт для работы. Там вам ничего придумывать не надо будет, как вот мы обычно раньше делали всякие блоги, там, может быть, свои сайты что-то придумывали, как оформить, как что. У нас есть уже готовый сайт, который выполнен профессионалами. Вам нужно просто активироваться как партнер. Обратитесь к своему спонсору, либо к своему директору. Вам расскажут, что нужно сделать для того, чтобы получить этот сайт. Сайт шикарный, сайт очень помогает в работе. Вот. Ну, на этом у меня все. Спасибо всем, что вы пришли. Спасибо, что меня послушали. Я еще раз сама зарядилась своими же эмоциями от нашей конференции. Обязательно ходите на вебинары, обучайтесь. Никогда не опускайте руки, работайте. Работайте, девочки, мальчики. У вас все получится. У кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже, но все равно все получится. Все. Всем огромное спасибо. Пока-пока.